закончил разговор с доктором наук который взял и показал почему сейчас объясню и никогда не пропускаю вот и вот это саженец и держал руках и начал закапывать это лучше саженец я взял и видите это клон клоновый саженец подумай где он брался если декоря то культурный вот культурный вот культурный часть вот это нижняя типа сибирьки и паралетки плохая совместимость деньги берут а продать же надо а потом плачешь а минус 30 не выдержать дальше это было проще на просто проще на палка корни за вот эта часть вот этого часть я тоже хочу сказать ребята постоянно попадается один дорог один странный человек много-много 10 лет назад сказал да под мой привой плохо совместимы еще и по размеру берем нож делаем жуткую рану вы видите нет вот она и тогда совместимость будет и из вас начитанных скажут что это встречается крайне часто очень то есть вот это вот еще при страшной раны не хватало на дальше не допустим теперь держите за стол окажутся яблони и грушу да то правильно садить а дальше идет дальше я уже заканчиваем хотел просто показать вам пример купочкой насколько она уродлива насколько она опасно насколько она смертельно когда вот рядом с такой рады всего лишь вот такой росточек естественно что мороз туда без проблем полностью перекроет все перережет как умертвит все сосуды в районе рады все поперек полость но тем не менее садись еще живой вот здесь уже четыре ведра всего закидываю дальше он не собирается как-то выдержать высоту потом она еще проваливаются так вот смотрим дальше круша если яблони терпит некоторые даже умудряются прикормка садить яблони выше привильки якобы вот дополнительные корни они кстати не знают ниже привильки саженцы яблони подводились если привилька закопана он сгнивает они этого не знают вот но груша как я не садим яблони в этом она обязательно сгнивает еще раз яблони выдержит какое-то время может дать несколько рожай груша обречена доктор внук этого не знает дальше бордюр чтобы еще яблони оказалось вот ну и вот он саженец понятие о том что надо отрезать в данном случае корни на столько же паршивая что можно оставить эту четвертую-пятую часть не больше цены отрезается для равновешения ну и так как ему надо было показать свою квалификацию он чего-то высыпал из ящика из этих ведер и я всегда говорю если в природе все меряется если размер это микродами если весовые единицы или допустим объемные единицы то речь идет о миллиграммах и миллилитрах повторяю миллиграммах миллилитрах а туда валят килограммы якобы обеспечивается на всю жизнь вот ну и великое горе в этом саженца он и так не полноценный вот а его не просто накормили еще перекормили вот теперь с этим понятно я вам советую вот тут отрезать если вам такой саженец попадется и вы надеетесь что хотя бы несколько урожай у нас идем для никаких вот этих яблок это по ходу вот я считаю что до доктора новых взять руки лопату и может быть впервые в жизни проходил где-то учился какой-то университет и наконец впервые в жизни он взял руки лопату почему потому что если бы он посадил ну какой-то опыт например на свою жизнь посадил ну хотя бы сотню груш и вот он видит сотню груш и уже знает что-то тут не то а одна из причин а одна из причин выдернул и увидел что она сгнила одна из причин но к сожалению садит он яблоню и пишет яблоню запитаю грушу он подставил тысячи тысячи людей представивших доктором наук теперь смотрим сюда это другое письмо внимание есть ошибка лунка изогнивания штаба то есть человек уже меня знает знает возьмем меня как пример пишет он два года назад прежде чем втыкать абрикос землю я пошуродил интернет справка от железа груш и абрикос сгнивают в ямах сто процентов читаем дальше прежде чем втыкать я пошуродил интернет обнаружил таковую проблему но есть же нормальные люди прежде чем садить решил что не надо биться лбом в стену посадил по моим понятиям правильно то есть небольшое возрушение вода явно не застраивается у штаба и что прошло два года почву ужалася мялость наросла трава и теперь уже выходит что абрикос сидит лодки абрикос сидит лодки то есть не просто небольшое возрушение а надо было делать так как учат ну например я учу и очень еще очень мало автора учат вот я и пишу мы все учились по немного вот а то что доктор наук вот это вот страшный вот этот пример страшный смертельный пример даже для яблони этого нельзя делать а вот груша это просто преступление вот он не виноват он доктор наук он может чем угодно помните как меня критиковал кандидат наук выпускница тебе аж актив а когда прижали оказалось что она траву выращивает а не абрикосы а откуда она тогда почему она полезла в спор с абрикосами с этой грушей несчастной которую приказано было искалечить почему ее так учили и вот он этот доктор наук наверняка надо было копейку заработать я понимаю он полез туда где ничего не понимает почему это настолько элементарно перед телекамерой перед видеокамерой взять выкопать ябу вот поставить рядом три ведра и ящик с этим дерьмом сразу вот так и настолько все проще что это повторяет тысячи людей и одновременно с доктором и за доктором а его учили он у него осталось в голове вот это еще со студенческой скамьи и вот он под старость лет решил что я должен заработать вот а когда это стало заработки пошли правильно когда это была монетизация этих же самых роликов вот а опыт этот 19 век и сейчас как можно дерьмовый корневец целиком посадить когда туда наверх не доберется никакой сок а еще на пути этого сока вот это самое вот она эта страшная рана все омертвляется тут шестернесс чему-то научил а потом миллиону людей плачутся что у них деревья мертвые но прежде чем он мертвит еще научат продолжать это издеваться на диме короткая жизнь впереди и ядохимикаты и вот эти ядохимикаты и так у меня у меня была был разговор с Еленом Александровичем она сейчас в наших краях ну а как не поехать в Минусинск там выставка там ванне выставка там как никак не поехать допустим к нескольким супер садоводам нашим вот как не поехать к Рыкалину к Рыкалину будучи в наших краях и вот она привела этот пример тридцать два раза даже не тридцать а тридцать два раза опрыскивание потому что после дождей пришлось еще до опрыскивания это у нас понимаете а теперь представьте себе куда девается яд вот опрыскал дерево помог не помог конечно не помог я не знаю таких случаев чтобы ядохимикаты помогали от грибов ни одного случая ни единого дерево умирает вот и получается следующая картина есть уже такой человек все раз говорю Елена Александровна Савельевна отличница умница вот аспирант скоро будет кандидатом наук вот и она привела такой пример чтобы все мы знали что прежде чем дерево погибнет его полагается просто умереть оно заболевает покрывается грибами как следствие покрывается насекомыми и вот тут опрыскивание опрыскивание а что оно приводит дошло все-таки до плодов отравлены но уже почва всегда отравлена муравьев нет вот значит плитует все эти самые насекомые эти самые отравлены все грибы значит цепочка пищевая не работает дерево и просто гниет оно и гниет оно голодает вот это и вот такой человек перед вами и так лунка загнивания штамба возьмем меня как пример перевел интернет посадил правильно небольшое возвышение и он сел все-таки в лунку это не все внимание вот он пишет маялся маялся и все же решил задать вопрос по запросам году вновь были куплены по бюлени 2 абрикоса поздравляю саратовский рубин ветеран Санастополя прошло 2 зимы обе были снежные оба года пара температура до минус 30 чуть ниже кстати нормальная зима у нас в Сибири она считается крайне теплая вот такая зима она редко такая бывает бывает крайне теплая крайне вот тут проблемы когда теплая зима дальше смотрите перед обеими зимами я прикрывал кордович систему эмульссированием листвой вот тебе и вот вот тебе и на привал эмульссировал эмульссировал я считаю этого что касается абрикоса этого сделать более нельзя дальше зиму в 2020 год не пережили ветеран Санастополя помер поактивировался его по двое по виду жардель манджурский или манджурский вот пытаясь поднять причины разница между двумя годами начале мая заморожки минус пять минус семь сомневаюсь что они могли погубить один из приводов да они не могут погубить приводов потому что это такое настолько обыденное явление за облегчение заморожки еще без этого дерева идти бы цветы да прочитал ну как же интернет перешерстил для облегчения зимовки по осени надо пролить корневую систему водой давайте теперь так и начинают поливать осенью именно осенью в это время лист еще зеленый еще ни один весик не упал и уже а дурком то хватает а самая подлая вещь она к нам пришла вместе с так называемыми лунными календарями так и уж то что приемов когда нужно что то делать крайне мало и все лунные календари не могли этот вопрос обойти и начиная август сентябрь самое страшное сентябрь октябрь вот ноябрь поливаем 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 и к чему это приводит если начали равные листики зеленые дерево перестает сбрасывать листов Почему? Вода, которая попала на глубину метр-два, там, где корни, она смертельна. Выдесен гислород, начинает гнить корни. Дерево прекращает готовиться к зиме, то есть постепенно листик чахнет, он теряет это. Все меньше тепла, меньше солнца, постепенно его перестает хватать фотосинтеза. И вот лист начинает желтеет, краснеть. Знаете, багряная осень, это же так красиво. Бывает, красота необыкновенная, но это же подготовка к зиме. И что получается? Перестает сбрасывать и интенсивно испарять. И пока вы поливаете, он не сбрасывает. Поливаете, не сбрасывает. А никто же не отменял зиму. Вот в октябре, в ябре, вот в октябре зима. А раз он лист не сбросил, значит, дерево не подготовил в зиме. Осень не подготовил в зиме, и дерево погибает. И вы думаете, что я бы не стал вам помещать эту жизнь. По осени вы пишете. Вас научили пролить. Не по осени, а в самые последние дни. Осень, это же называется. Не осень, а по зиме пролить. По зиме. Ну, пока делаем предварительный вывод. Вы угромили деревья сами. Один полностью, второй по привык. Вы еще привыкли. Теперь. Что мы будем делать с этим самым подзимним поливом? Впереди же осень язминю. Время этого выросла. Что бы тут осталось без этого? В России живем. И тогда, я вспоминаю страшные случаи, это был примерно 2000, когда я эти вещи не забываю никогда. Вот. Я тогда получил письмо. Письмо было жуткое. Человек, который жил по ту сторону Градиса, напротив Борецка. Напротив Борецка, по ту сторону Градиса. И вот он написал. Назвал примерно три области. Ну, это как бы северная Украина, а до нас это юг России. Вот. Привыкать. Значит, пересохли колодцы полностью. Воды нет колодцов. пруды, озера пересохли. Речки полностью прекратились. Вот нету реки. Вот сухая река. И ни одного дождя. Лето, осень, зима, весной. Не взошли, а зима. В Украину ждал голод. Ну, а дальше, к сожалению, у нас это самое. И многие не помнят наши, наши половины, сколько мы помогали. Посчитать, почему мы нищие. До сих пор. Что, скажи, богатые, ну, относительно этих же, тоже Европа, нищие, да. потому что мы им все старались помочь. И вот как раз я не хочу переходить на политику. Десятки шевелов в городу пошли на Украину. Пошло время. Вот. Команду дал Путин. Пошло время и забыли. Вот. Сейчас встречают как-то этим выставлено. Ну, а так как мы с вами садоводи, возвращаемся к садоводу. Наверное, в такой погоде, если бы где-то все-таки раскрести воды из сухого колодца. Вот. Бывают колодцы и сами, знаете, на первых типах самый глубокий это артизианский. Если где-то все-таки можно раздобыть воды, то да, под зимний полив сделать нужно было бы. Но это, на моей памяти, один случай на все годы, который я знаю. Один и один случай. А в самих случаях, когда нормально осень, вот сутки с удовольствием. Вот. Я уже переживаю. Надо, вражение с удовольствием уже эта завершка будет с отбрасыванием листьев. Вот. Поэтому подзимний полив должен быть исключен за редкими случаями, которые надо специально оливать. Вот. А тут проверили корневую систему, сгоняемой крови. Вот. Ну и так далее. На точек, пишет, на точке диагноза и рассчитывать. все что не надо это примерно. Ветеран не подходит, готов пишет, ветеран Северсополя абрикос не подходит для меня скол. Конечно, не подходит. Я всегда говорю, ребята, вот только один из нас купил банку с абрикосами. Это порядка. Я не помню, вводи банку на полторы тысячи, другие две тысячи. И вот получается, что, допустим, купил две тысячи. И болю Бога, что когда он старался раздать, у него это было, такое же, хотя, попадать в такие. Я болю Бога, что когда суть из них дойдет оплона на вошелье, это будет гигантский шаг, потому что косточки с них, дадут уже тысячи, которые дойдут за продыши. А на прошлый вебинаре 245 я показывал подвигать, 7-я в области. Я, что-то, туда бы придунул, а то, что он сказал, еще такой же результат получился еще в этом самом очень скором копой. Выбор, выбор еще такой же вебинар. Вот. Представляете, вот мы видим как она варит что-то из этих клякать. А я и забыл сказать, на то же время варит садов, каждый курс из целей нет. Вы думаете, сколько попыток было? Миллионы. Да, у моих шансов больше. Я даю из миллионов. Ну, пусть одна из десяти, пусть одна из трех. Но шансов у меня моих огромные, они гибридные. Вот. Ну, что, сейчас заграждут? поливать не надо. А люди еще поливают. А вот это я приду, это вы поливали. Да? Коллега. Вот так вот. Идем дальше. Вот еще ваше бежло. Можно и подробности какие-то я не знаю. Я хотел подозреть, чтобы дать точно ответ для того, какую-то вы сюда. Насколько проблем могут интерес вам в прошлом время? Вы много вы еще похоже проходили много лет назад. А каждая пишущая вам промокольщиках. Я, например, саши, что уже много населения разжавода. У меня краткий получается мои два видео вы посмотрели лихо как нет. Вот. Используюсь подробно. долго. То есть, чем еще короче. Тогда я начал было... Сейчас не буду пропускаем. я начал было готовить такую курс молодого бойца. Только начал. Вот. Дальше смотрите с чего я говорю. Вот эту фотографию на прошлом вязали я показал. И сегодня сделаешь. Помните яблони запятая прикос. Доктор сказал садить яблони. Вот. А я сказал погибнется просит. Понимаем садить затенил до сих. Даже не я бы посажил. Народный висок посажил. Вот. Обрезки нельзя делать. Они тут же заполняют все это плосками. Видите? Спаси сам. Сам спаси. Вот. И вот когда я начинаю крошу удовольствовать, окончается тем опять восстан. Идем дальше. Так как я шла про груши, там. А они же опять пойдут груши уже в статине мои. Причем в статину мой взгляд. не подлое, потому что они ничего не понимают. И просто глупо. Вот. Выживать ростки, а потом что висит парус. И вот что получается. Я вот это вот отвечал этому из вас. Так, он просил коротко. а у него груши не пошли. А это мне из архива. Но пригодится, пригодится. Итак, груши культурные, они южные. Холодная Россия, заболевается сразу. Поколение полевается и кармана в статике. произбежал, но человек так говорит, почему мне груши дохнут? Я пишу. Забываю сразу. Я иногда были много не назову, больше не назову молодопитом и висоте, у которых были свои гроши. Свои. То есть они выросили подбой, они на них прививали на эти подбой. И у него ладость и сад. Знаете, какой неразадик не конец. Груши настоящие и сарта настоящие без обман. А в чем проблема? Они почти не съедобные. А съедобные это пожалуйста Тазикстан, 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 полгазская красавица на другую нашу назарезет. Вот и все. И получается выхода нет практически никакого. А понять если существу как нибудь то я должен помнить вкусного дом бойца. я вам расскажу что надо межпоколению в определенных условиях тогда вас будут где нету в Европе сладчайших груш на суперморстоких подвоях где взять у них 30 градусов чем чертовать яблони груши с слева прикоса все дохнет. Где взять подвоица 40 поддержат они сами не растят это самое со мной они один пиром не с торчим один был этот самый когда я вспоминал как сказать гордостью степанного генерального директора вот вот единственный где они будут брать если у меня не брать то где тогда вообще брать я даду питомники у меня все это расставит так что мне придется это сам осень пристраивать их эти питомники сотни их нет нет вот я пишу первое понятие посадки а нет вначале первое было заболеваю сразу есть еще углубление чешообразное почве если заболеваю нахреневая шейка если конкретно груша геномия сухая родина то есть геномия это значит что история ее развития мира одолития 100 мира одолития сухая родина это груша а переехала она ну шеи холодные места прям москва на неделю много живой дождь в день понесу четвертый год говорит это ведущая которая попробует и надо в эту секунду включил нашу жизнь запор четвертый год на своей дождь как я черту груши я видел эти груши я видел эти мерз академии они должны были работать зачем искоренить само понятие больнее груши с помощью груши груши работали якобы работают сортами которые выдерживают эту сырость и не болеют паршой я ходил ладно там по этим подальшим садам все гниет все все парши грушки которые есть не вот такие были это какая такая европа конец июля огрушки были не вот такие должны быть а вот такие вот еще перекрыл понятно вот смотреть жутко и все парши все и тимирезовский сад все парши такой же вещь парши но есть же пути тогда давайте искать нам показывают смотрите еще раз более холодные сырые места это уже проблема нам показывают только листья которые заболели а по диагнозам ржавчина подразумевается десяток якобы грибных болезней а таких болезней природе не существует оберпления веток штампов и листьев знак вопроса причина выше и только потом трудяги грибы лишайники мхи самая ценная трудяга самая ценная вещь на свете без нас природа проживет без них никогда и только потом трудяги грибы лишайники мхи начинают свою очистительную работу и бороться с этим с помощью ядов это отравление самих с одного вспомните много вы на мордиках ходите по саду отравление почвы всего живого отравление еще возможных плодов деньги труд на ветер это карточная работа ладно мои ученицы или санкционисты скажут что 32 раза опрыскивали это свой наш 32 раза я глядя в лесу сказал ну это предлагается каждому вспоминаем статьи эти утром опрыскал в обед опрыскал вечером опрыскал и эти самые деревья еще спят опрыскал потом мая опрыскал июня опрыскал июня опрыскал август опрыскал по несколько раз и вот это все только потому что они знают в чем причина да груша для моих мест прекрасно у меня лучшего в этом году именно из груш абрикосов мало в прошлом году надорвались под диким урожаем вот яблони мало у меня изначально было мало потому что сад сожгли мои промышленные яблони вот значит слив простых много этих самых супер слив мало потому что под них места не хватает на этих 50 суток и вот получается следующее с грушами хоть повезло так а потом если вот так вот брать еще раз если вот так вот страшная вещь вот эта нет не это ладно я уже показал как все спокойно взял и из двух стволов толстых один полностью вырезан сделал на основании страшную раму покажу в следующий раз то хоть грустно у нас должны быть второе посадка без компенсации был срочный обрез я взял две фотографии внимание вот это же самое вещь которая вопреки всем так сказать всем опасениям размножилась по всей территории России вот этим способом способом этот способ называется веге это активный с помощью корневых отводков которые начали груша может на сфоте метров ходить метр 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 уже мама груша уже на свете нет может на дрова пошла а они продолжаются и уже когда попадают в сады деревни в сады деревне все вот они все родственники и они все садятся вот так так я вам еще раз говорю если взять миллион последних это лишнее если взять миллион последних вишен который размножается вегетативным путем с помощью отводки пуповина метр 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 вот миллион весь миллион был посажен вот так вот вот так вот каждый миллион дальше с этого момента груши начинают болеть когда они начинают болеть у них появляются мертвые листья мертвые ветки полуживые больные потом кому-то кажется что они густые и уже потом начинается их обрезка вот я делаю сразу заметьте рану на стамбе нет отрезается только скелетная ветка вот теперь приживется и будет жить 20-30-40 а вот это вот инвалиды вот таких садят потом начинает караул загущение вот болезни и начинает отрежем сухие ветки отрежем больные ветки вот отрежем на кольцо и все на всей стране исчезает вечный по всей стране вот это вторая причина например вечный взял хотя бы говорили англоши отрежем лоху третья вот -дюху